Длина спиннинга Ну и в конечном итоге мы с вами поговорим о том, стоит ли вообще гнаться за этой дальностью заброса. Так ли она важна при определенных условиях. Ну начнем с чего. Почему я решил затронуть эту тему. Мне на почту, ну можно сказать довольно часто пишут начинающие спиннингисты или ребята, которые только решили заняться ловлей на спиннинг. Вот они мне пишут и спрашивают. Александр, вот я посмотрел твои видео, посмотрел другие видео на ютубе, ну и решил заняться ловлей на спиннинг. Лодки у меня нет, поэтому ловить буду с берега, ловить буду на блесна, на воблеры, на джик. И как бы мне хотелось бы универсальный спиннинг, и так как я буду ловить с берега, то хотелось бы, чтобы он был максимально дальнобойный. А я так слышал, что с берега нужен спиннинг 2,70 или даже 3 метра. Вот ты мне посоветуй, какой мне взять длины спиннинг. И вот когда я читаю такой вот комментарий или вопрос у себя на почте, то я вообще ничего, ребята, ответить этому человеку не могу. Так как, ну, не бывает универсальных спиннингов, и еще в придачу, чтобы они были и дальнобойные. Это вообще какая-то фантастика, ребята. С чего я хочу начать свой рассказ. Когда мы ловим с вами с берега, дальность заброса, большая имеется в виду дальность заброса, нам нужна, ну, не так уж и часто. Первое, когда нам это надо, это когда мы ловим на джик. И вот с нашей стороны берега, берег пологий, ну, можно сказать, пляж. А вот с той стороны берега реки, там у нас есть бровочка, еще что-то интересное. И вот нам с вами надо с нашего берега докинуть на тот берег. Ну, вот, к примеру, как вот у нас Днепр тут, в Смоленске. Его ширина в среднем от 60 до 80 метров. И мне иногда надо добрасывать до той стороны. И какой длины мне, вот, к примеру, понадобится спиннинг для того, чтобы кинуть на эти 80 метров. А я вам, ребята, скажу. Вот у меня есть спиннинг, к примеру, Black Hole. Где он, где он, где он, где он? Вот, Black Hole, саботаж. Его длина 2,44. И тест 14,56. И вот данный спиннинг, чебурашку весом 20-22 грамма, запуливает как раз на этих вот 70-75 метров. То есть мне хватает длины 2,44. Представим другую ситуацию. У вас река шириной 200 метров. И вам уже никаким спиннингом эти 200 метров не кинуть. Поэтому вы обойдетесь тем же самым спиннингом 2,44. При ловле на джик. Представим другую ситуацию. Ловим мы на воблеры. Для того, чтобы качественно дергать воблер, нам не нужен длинный спиннинг. Так как длинным спиннингом у нас не получится правильно сделать проводку. Твичевый спиннинг, он как обычно, ну не больше, чем 2,29. 2,29 для твичевого спиннинга я считаю потолок. 2,44 очень неудобно. Будь то лодка, будь то берег. Во-первых, длинный спиннинг при рывках сильно прогибается. И тут уже не важно, какого он у вас теста и какого строя. Любой спиннинг длинный, он больше гнется, чем короткий спиннинг. А самый удобный твичевый спиннинг это длина 2 метра или 2,13. Поэтому, к примеру, на своем Днепре я ловлю спиннингом длиной вообще 1,98 метра. Что с берега, что с лодки. Ну, как я уже сказал, оптимальная длина будет 2,2,13. Вот именно спиннингом такой длины и быстрого строя вы сможете, ну, максимально качественно дергать воблера. Длинным не получится. И еще такой вот вопрос. Зачем вам воблера кидать очень далеко? Как правило, заброса на 40 метров воблера достаточно для ловли что с берега, что с лодки. Поэтому для ловли на воблеры вам вообще не нужен длинный спиннинг. Ни с берега, ни с лодки. Достаточно от 2 до 2,13. Ну, в редких случаях там 2,28, 2,30. Ну, это уже очень редкие случаи. Дальше. Когда же нам все-таки понадобится длинный дальнобойный спиннинг? Длиной 2,70 или 3 метра. А это, ребята, те редкие случаи, когда мы ловим жереха. Жерех, как известно, пугливая рыба, близко к себе не подпускает. Ловят жереха обычно на какие-нибудь пилькеры, кастмастеры. Ну, и на небольших реках это колебалочки, тоже небольшого размера. И какие-нибудь воблера небольшого размера. Вот когда мы ловим на большой реке, и ловим мы там на кастмастеры и пилькеры, вот тогда нам и нужен длинный дальнобойный спиннинг для ловли жереха. Вот. Это, наверное, единственный такой момент, когда он нам нужен. Ну, еще возможен такой момент, когда нам понадобится длинный и дальнобойный спиннинг, когда мы ловим на джик, и наша дальняя бровка, на которую нам вот почему-то вот обязательно надо закинуть, находится от нас, ну, к примеру, там в 80-90 метрах. Вот тогда нам и понадобится этот дальнобойный спиннинг. Во всех остальных случаях мы можем обойтись спиннингами длиной до 2,44 метра. Это вот лично мое мнение. Ну, а теперь давайте еще поговорим о том, какие факторы влияют на дальность заброса. На дальность заброса влияет еще не только длина спиннинга, а, естественно, его строй и предназначение. Есть спиннинги параболики, есть спиннинги быстрого строя, и есть спиннинги сверхбыстрого строя. Начнем с параболиков. В каком случае параболик нам подойдет? Параболик нам подойдет, когда мы ловим на те же пилькеры, кастмастеры и на какие-нибудь кренки того же жереха. Подойдет нам, я думаю, параболик. Если мы ловим на джиг, нам лучше всего использовать спиннинг сверхбыстрого строя, чтобы работала только вершина при проводке. Если мы ловим на воблеры, нам нужен спиннинг быстрого строя, ну, иногда сверхбыстрого. Все это зависит от производителя спиннингов, так как все вот эти вот классификации быстрый, сверхбыстрый у разных производителей выглядят по-разному. У кого-то будет написано сверхбыстрый, а он гнется от середины, а у кого-то будет написано быстрый, и он будет гнуться только кончик. Поэтому все зависит от производителя и модели спиннинга. Какой же дальше будет кидать, вы скажете? Естественно, дальше будет кидать параболик, потому как при забросе у нас работает весь бланк, то есть весь бланк нагружается, и тем самым мы дальше можем кинуть нашу приманку. Но всегда ли параболик кинет дальше, вы спросите? А я скажу, нет, ребята. Параболик кидает дальше только до середины своего теста. Если, к примеру, у нас параболик с тестом, ну, образно возьмем, 10-30 тест у параболического спиннинга, то далеко он будет кидать, максимальная его дальность будет примерно до 16 грамм, ребята. После 20 грамм параболик тоже будет проваливаться при забросе, и дальность его резко упадет. Быстрый спиннинг, который гнется от середины, лучше всего будет кидать, ну, где-то в середине своего теста. А сверхбыстрый спиннинг лучше всего будет кидать в верхнем диапазоне своего теста. Короче, запутал я вас, наверное, наговорил тут всякие ерунды, и не у каждого мозг сразу это все переварит. Ладно, двигаемся дальше. Что же еще влияет? Еще, ребята, влияет размер шпули на катушке, как намотана плетенка на ней, и какой толщины плетенка. Ну, начнем с размера шпули. Если мы, к примеру, возьмем тысячную катушечку и трехтысячную катушечку, как вы видите, трехтысячная катушечка, ну, не настолько уже и больше по размеру. Но все же, вот эта вот небольшая разница нам даст, ну, минимум пять метров в забросе, ребята. Минимум пять метров. Особенно важен этот размер при ловле на легкие веса. Если мы ловим на тяжелые веса, то разница в забросе между тысячной катушкой и трехтысячной по размеру, ну, будет небольшая. Но все равно будет. Ну, больше всего размер шпули сказывается на ультралайте. Вот там это очень важный фактор, размер шпули. Чем больше шпуля, тем дальше. Дальше. Как у нас намотана плетенка на шпуле? Плетенку, ребята, чтобы как можно дальше у нас кидалась, надо мотать под самый бортик. Или вот как у меня здесь вот намотана под самый скос шпули. Ну, это на шимановских катушках такой вот скос. На дайвовских катушках этого скоса, на большинстве дайвовских катушках этого скоса нет. На новых моделях уже появился. Что мы делаем? Мотаем так, чтобы здесь у нас от края буртика шпули до нашей плетенки было примерно полтора миллиметра. Вот тогда у нас будет максимальная дальность заброса и не будет петель. Если мы перемотаем, домотаем до самого бортика, то у нас пойдут петли. Если мы не домотаем, то у нас будет страдать дальность заброса. Вот, например, на данной катушке у меня немножко не домотано. Не домотано буквально там какой-то миллиметр. И вот этот вот, по-русски говоря, сраный миллиметр, который не домотан, он украдет у нас в забросе минимум два-три метра. Поэтому здесь я буду перематывать плетеночку, подматывать бэкинг, чтобы вот ровно до скоса была намотка. Как влияет толщина плетенки на дальность заброса? Тут, ребята, все просто и однозначно. Чем тоньше плетенка, тем дальше летит. Чем плетенка более гладкая, тем дальше летит. То есть, к примеру, с восьми жилок заброс в 99% будет дальше, чем с четырех жилок. Так как восьми жилке они более гладкие. И я последнее время, ну, почти всегда ловлю на восьми жилке. Так как они более гладкие. Также мы можем побрызгать нашу плетеночку каким-нибудь силиконом, тем же даже смазать маслом Johnson's Baby. И это тоже нам добавит там пару метров к забросу. Вот, в принципе, и все. все факторы, которые влияют на дальность заброса. Ну, и последний фактор, который влияет на дальность заброса, это, ребята, как ни странно, многие из вас сейчас начнут плеваться и спорить со мной, это, ребята, производитель спиннинга влияет на дальность заброса. И цена спиннинга тоже влияет на дальность заброса. Я, естественно, не хочу сказать, что чем дороже спиннинг, тем он дальше кидает. И чем круче производитель, тем спиннинг будет дальше кидать. это, конечно, не всегда так, но в большинстве случаев это так. Так как знаменитые производители, которые выпускают спиннинги уже не один десяток лет, серьезно относятся к своей репутации, они также серьезно относятся к разработке своих спиннингов. То есть в разработке какой-то модели спиннинга принимает участие какой-нибудь известный человек, который очень сильно понимает в спиннингах. И этот человек не один день, и не месяц, и не полгода, а возможно год, а возможно и два испытывает опытные образцы спиннингов. и когда уже спиннинг доведен как говорится до совершенства, только тогда спиннинг идет в серию и в продажу. То есть покупая качественный достаточно дорогой спиннинг, мы с вами покупаем не просто кусок там графита, который был сделан кем попало на коленке, мы покупаем так сказать изделие, в которое была вложена душа и мастерство какого-то определенного человека. Как например, возьмем например спиннинги графит лидер серию Аспра. ее разрабатывал не помню сколько времени, но больше года Андрей Петерцов, всеми известный наш российский спортсмен, чемпион неоднократный. Поэтому это имена его серии и покупая данный спиннинг мы можем быть уверены, что это не какая-то палка сделанная абы как. Покупая дешевую палку от какого-то китайского производителя, никому неизвестного, палку мы покупаем к примеру там за полторы, за две тысячи рублей, на ней название написано там Сунь-Хунь куда-нибудь. Что мы в итоге имеем? В итоге мы имеем непонятную палку с непонятным строем и совершенно непонятно как она будет себя вести на воде. И не всегда вот дешевая палка длиной три метра как многие считают, что вот даже дешевая трехметровая палка кинет дальше, к примеру хорошая качественная палка длиной 2.28 вот я практически с уверенностью могу сказать, что вот данный спиннинг от Black Hole длиной 2.28 кинет дальше, чем какая-нибудь китайская дешевая палка длиной 2.70 вот это тоже ребята следует учитывать при покупке спиннинга и имеется ввиду не при покупке а при выборе спиннинга ну наверное я все рассказал что я думаю о дальности заброса что на это влияет и насколько это важно в большинстве случаев ребята сверхдальний заброс нам совершенно не нужен в большинстве случаев мы ловим где-то локально и забросы нам требуются не дальше 40 50 метров а с забросом на 40 50 метров справится даже коротенькая палочка длиной 2 2 13 метра ну вот можете спорить со мной я в комментариях ни с кем спорить не буду я высказал свое мнение всем удачи ребята пока господь господь Продолжение следует...